ребята всем привет с вами александр вы на канале kinder and company сегодня у нас будет такой скажем так сравнительный обзор тесты двух динозавров и вот глядя на этого тирекса вам может показаться что это как бы вот ну хороший себе тирекс у меня был когда-то на обзоре ну типа папа все дела но это только на первый взгляд если вот так вот как говорится смотреть на него издалека а если вот сделать вот так вот то мы сейчас сразу как бы поймем в чем здесь разница дело в том что вот это вот оригинальный папа который налички стоит где-то примерно 50 баксов ссылочки будут в описании а вот это вот как бы китайская копия которая стоит там порядка 10 долларов вот это ребяточки будет ссылочка на оригинальные папа вот они как бы здесь все с к все с такой эмблемкой ну и по цене в общем то понятно да что это у нас именно оригинал да вот он идет 13 сантиметров высоту 31 сантиметров в длину оригинальный папа также смотрите что здесь есть паразавр вот такой есть рекс вот так что-то типа топи жары то есть какой-то там его плацефал ухты мозик такой есть ну в спинич выбор короче довольно большой то есть качество этих фигурок хорошие то есть но и порядок цен тоже тоже там в районе там 30 40 50 долларов маленький кстати рексику это прикольник то аргентине да или диплодок как вы считаете кто это у нас но это кардич но фигурки примерно одинаково до 13 на 20 высота ухты крокодильчик это какой-то капразух наверное может быть но так высоко стоит хотя может быть и обычный но вряд ли бы он с динозаврами тусовался вот классический рекс но снизу классическая раскраска такой как паркирского периода да это у нас раптор с какой-то забавной раскраски как будто любым вскрытие собрали сделать это у нас птира на донище красиво нарисованный а это овер оптор это у нас стегич так это собственно наш рекс 13 на 31 оригинальный самый кстати дорогой дак видите кто ты а вот смотрите вот брахич вот брахич мне нравится я брахич оба еще заказал но это чуть меньше это получит долларов 80 получается в деньгах если смотреть и это у нас кто гиганотозавр или кто как вы считаете так тут и и не поймешь ребятки это то что касается вот оригинального разнообразия папа да а вот собственно говоря есть но дешевый китай то есть это вот он стоит там сколько меньше 10 долларов какой 10 4 3 4 короче 5 долларов туда-сюда вот такие цены вот гориллаз вот это собственно говоря а такой же как оригинальный был коричневый ребятки то есть но это дать и пока это пародия видите и паразавролов есть есть и спинич есть но они ну конечно многие из них намного проще нарисованы но это вот именно наш рекс 13 на 28 это детеныш там тоже у нас был такой что-то подобное ну тут надо смотреть да какие вот такой стегич и брать вообще наверно не стоит да а вот там какого-то рекса ну даже не знаю гориллу можно взять и вот это вот рекса остальные фигурки ну так себе под вопросом ребятки также вот оставлю ссылочку еще на другие динозавры то есть кархародонтозавры аллазавры не прочее 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 так что переходите кому интересно и вот вот еще ребятки меня с давних пор открыта эта вкладка да здесь прекрасный терезинич и довольно неплохой раптор находится ну и конечно же индомниуса тоже можете из заказать и они очень похожи сейчас мы будем рассматривать они реально вот это китайщина была снятом снята форма с оригинального папа там силиконовые все дела да и потом их начали как бы размножать и продавать ну главное отличие это конечно же в качестве разрисовки в чем мы убедимся также мы убедимся в том что это действительно сделана копия вот это легко отличить по вот характера черте смотрите как как здесь у оригинального папа вот так вот зуб торчит и верху у него тоже есть место куда он входит да вот собственно говоря о китайца то же самое тут просто краска уже облезла он старый вот и то же самое вот есть есть дырка он то есть проходит туда же и но стоит кажется в 5 а то и больше раз дешевле ну и раскраска как видите разная сейчас мы подетальнее остановимся на каждом элементе так вот давайте первое в принципе по длине они одинаковые то есть изгибы форма все одинаковое китаец правда выглядит похудее возможно это как бы дефекты усадки то есть пластмасса которая когда выстывает она некоторые виды ее сжимаются и вот из-за этого он может быть худее может просто чуть со временем то есть это и фигурки уже не на лет 5-7 а вот этот был вы куплен недавно там может возможно на заводе что-то поменялось но в целом не кардинально ну как видите раскраска у оригинала оригинала ну без претензий все хорошо прокрашена что у нас тут на ноге но ничего такого никаких опознавательных знаков нет вот тут у него что-то под ногой написано папа 2012 года моделька made in china ухты какой он старый а здесь у нас ну не естественно ничего не написано ой то что он разваливается не обращайте внимание он как бы уже просто старый сильно пострадал к этому мы вернемся попозже так что ну как раскрашен китаец но вы в общем то видите сами прокрашенную как-то вручную как попало вот много от не прокрашенных мест вот ну и вообще видите как вот как будто реально вот снизу кисточки повозили очень похабно покрашен тяп-ляп вот вообще как бы оригинала плавные переходы вообще не видно что эта краска как будто бы это знаете такая была от пластмассы изначально вылита но как бы как бы нет и цвет кстати тут а тоже такой вот матовый а здесь такой блестящий глянцевый в этом конечно беда ну лапы в общем то ну смотрите здесь даже кто-то что-то вроде как подрезал чтобы он стоял ровно ну не знаю это вроде как не егор дело может и на заводе сделали вот здесь лапы отличаются сети здесь такие явные подушечки как у настоящих животных а здесь как будто бы он стоял на каком-то 3d принтере на столе такая вот когда решет чистая фигня на которую он сушился или выплавлялся в общем не дефект на лицо так ну самые большие дефекты это у нас конечно же касая касательно касательно головы ребята вот тут гигантские вопросы конечно про краски видите здесь опять же тоже на ляп она вот здесь как-то не докрашена такому было изначально не докрашена глаза так себе так что у нас вот здесь дальше так ну детализация да здесь мелкие мелкие детали на оригинале сохранены намного лучше потому что здесь реально какой-то толстый слой краски она испортила часть детализации вот эти все от морщинки вот видите здесь они хорошо прорисованы вот как реально как у крокодила ну на копии тоже не видны но вот мелкой от этой вот шершавости кожи нет это все конечно минус так кстати смотрите видите в оригинале здесь тоже вот вот в оригинале идет вот это вот трещина ну не трещина это след с след склеивания модели потому что модель даже оригинальная льется не целиком как видите то есть вот это вот верхней части льется отдельно вот по ноге нога икра тоже льется отдельно так а это вроде бы целиком это вроде бы целиком вот здесь вроде нет ну вроде как . одна нога одна может не может даже и две не вот этого части его тут тоже по-моему да есть шоу то есть льется частями хвост льется одной частью вроде без каких-либо частей а и вот вверх головы тоже льется отдельно но возможно для взял для того чтобы вставить как бы челюсть ставить челюсть ну вот этот зуб да конечно торчащий такой дефектный это оригинальная такая задумка была так ну вот наш как говорится китаец ну смотри тот же самый шов та же самая нога и та же самая икра то есть по китайцу места швов видно намного лучше из-за того что качество похуже и покраска отвратительная но в целом то есть технология литья одна и та же разные материалы смотрите вот кстати оригинал стоит к тоже как-то не очень уверенно китаец после подрезки клещ не стоит ровнее уверенней разный наклон да вот у оригинала голова наклонена больше стоять не хочет оригинал реально он ему вот это вот подушечка мешает стоять ровно видео у китайца голова стоит намного выше у него как-то вот так вот но это может да чисто из-за дефекта самой ноги то есть он каждый стоит как-то не так из-за того что по-другому немножко отлита нога ну что-то или что-то поменялось потому что ну вот как-то так а смотрите здесь он стоит вообще на на кончиках пальцев а китаец стоит вот на всей ноге то есть реально от если эту ногу немножко туда то он бы стоял в точно той же позе то есть отличие есть так но давайте перейдем к голове устройство устройство черепа вот кто так вот короче дома в оригинале сделан точно также китайцы не стали ничего придумать скопировать даже технологию по всем моментам ну покраска конечно полная фигня ну оригинала как видите с покраской все намного лучше даже там внутри челюсти и язык ну прокрашена все но цвет такой куда более цвет такой серенький конечно у оригинала о копии он вообще там ярко розовый тоже них неправильный ну здесь темно серия тоже мне тоже не нравится лучше бы он был красным конечно но пока сама покраска как бы качественная вот язык тоже похабно все покрашено здесь что еще хотел вам сказать вот у нас у китайца появился еще дефект видите он треснул появилась трещина но и так естественно конечно при бережной эксплуатации такого не возникнет но когда уже дети долго ими играются и появляется и маленький ребенок которым им играется то фигурки достается конечно же по полной вот так вот он собирается видите папа вот такая вот часть ну так что ну смотрите решила и часами до стоит ли пятикратная переплата за оригинальный папа как бы или нет все таки у каждого свои финансовые возможности если есть возможность то конечно оригинал смотрится намного лучше особенно если сравнивать хотя в то время когда оригинала не было ну это тоже как бы не казался таким страшным на самом деле вот всего всеми этими косяками по покраске то есть он в принципе вполне себе играбелен если не сравнивать лицо к лицу ребятки этих двух динозавров вот такие дела в общем ссылки как на оригинал так и на подделку я оставлю в описании так что переходите выбирайте то что вам понравилось больше а на этом все всем пока м м м м м м м Субтитры сделал DimaTorzok